История любви Эвелину Ганскую, богатую польку и уважаемую русскую подданную Бальзак называл главной любовью своей жизни. Их роман в письмах длился целых 17 лет, перевернул жизнь обоих и закончился мимолетной вспышкой счастья. Аноры нельзя было назвать красавцем, тем не менее он пользовался большим успехом у женщин. Тучную фигуру и посредственные черты лица он сполна компенсировал красноречием, живым взглядом и обаянием и мог покорить практически любую барышню одним лишь монологом или репликой. Знаток женской психологии, он прекрасно знал, что нужно дамам и вовсю пользовался этим оружием. На его стороне была начитанность, энергичность, богатое воображение, оригинальный ум и наблюдательность. Свои навыки Аноры оттачивал с детства. С четырех лет и до восемнадцати он кочевал по интернатам и пансионам, родители им не занимались и единственной его отрадой было чтение. Целыми днями он пропадал в библиотеках, читая классиков и пробуя написать что-нибудь самостоятельно, за что среди сверстников получил насмешливое прозвище поэт. Устав от шуток в свой адрес, Аноры твердо решил стать знаменитым, чтобы больше ни у кого не возникло желания насмехаться над ним. Деятельная натура юноши воплотила задуманное. Он работал по восемнадцать часов в сутки, чаще всего по ночам. Из-под его пера выходили гигантские объемы текста. Несмотря на то, что в своих романах Бальзак писал о женщинах 30-35 лет, в те времена это был тот самый бальзаковский возраст. Сам он испытывал слабость к дамам постарше. Первой женщиной молодого Аноры была госпожа Лора де Берни, ей было около сорока и она уже была бабушкой. Лора стала для юного писателя первой любовью, матерью, советчицей и верной подругой. Уже став просто друзьями, они переписывались до самой ее смерти. Сколько вертится шар земной, Не уйти от нее одной, белая птица, в сердце стучится, открой. Завладеет твоей душой, мир навек поменяет твой. Белая птица, в сердце стучится, открой. И ты можешь пытаться опять, От нее на край света стерзать. Можешь ты дойти до края, От тебя убегая, Все равно, когда время придет, Любовь тебя найдет. Любовь тебя найдет. Можно просто идти вперед. Можно верить, что все пройдет. Запирать дверцы, но уже в сердце живет. Завладеет твоей душой, Мир навек поменяет твой. Белая птица, в сердце стучится, Открой. Белая птица, в сердце стерзать. И ты можешь пытаться опять, От нее на край света стерзать. Можешь ты найти до края, от тебя убегая Все равно, когда время придет, любовь тебя найдет Любовь тебя найдет Ты можешь пытаться опять От нее на край сердца слезать Можешь ты найти до края, от тебя убегая Все равно, когда время придет, любовь тебя найдет Любовь тебя найдет Письма играли в жизни Аноры немаловажную роль Когда писатель начал публиковаться и литературный Париж признал его сочинение Бальзаку каждый месяц стали доставлять огромные кипы писем Женщины умоляли его написать очередной шедевр Восхищались его талантом и просили о свидании Как-то просматривая почту, он наткнулся на загадочное письмо Ваша душа прожила века, милостивый государь, писала незнакомая ему дама А между тем меня уверили, что вы еще молоды и мне захотелось познакомиться с вами Когда я читала ваше произведение, сердце мое трепетало Вы показываете истинное достоинство женщины, любовь для женщины, дар небес, божественная манация Меня восхищает в вас восхитительная тонкость души Она-то и позволила вам угадать душу женщины На конверте не было обратного адреса А после текста стояла лаконичная подпись «Чужестранка» Как любой мужчина, даже самый искушенный в любовных вопросах Бальзак был заинтригован Вслед за первым письмом пришло второе В котором Чужестранка предлагала ему продолжить переписку Она все еще не открывала своего адреса И для того, чтобы подтвердить свое согласие на дальнейшую переписку Бальзак должен был дать объявление в известной в России французской газете «Котидьен» Субтитры создавал DimaTorzok Бальзак 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тише Я буду тише дождя Да я хочу продолжать Но тише Если вместе терпеть дожди Будет легче летать Будем вместе терпеть дожди Будет легче летать Как же я выгляжу Поступки бесстыжие Это ж надо Сколько позволили лишнего Рубами искусными Я хочу целовать наш мир Но здесь нужен талант Это искусство Не покидай меня Будем тише Не покидай меня Тише Я буду тише дождя Да я могу подождать Да я хочу продолжать Но тише Спины словами искусны Мы оказались вкусными Лучше так Чем на душе грустна Супер Спинни словами искусными Мы оказались вкусными Лучше так Чем на душе Пуста Моя 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 Счастье Моя Счастье Горничной Счастье 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 Но эйфория Но эйфория была недолгой Ганским пора было продолжать Путешествие по Европе Любовники тогда еще Если зависеть Не знали что расстанутся На долгих 8 лет Счастье Счастье Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 И в глаза посмотри со мною Просто я лечу туда, где звезды тая Ветром улетай Забери все мои пути с собою Мир, где строчки будут лишь о нас История про нас Пересечения наших с тобой даниц В подобии серых лиц Судьбы сплетения Пересечения наших с тобой дорог Точно понять ты смог Без объяснения пересечения Пересечения Движение сердец Без лыка мир и снов Без лыки на перебрестке дни Где любим мы без слов И в глаза посмотри ладонь не дай Вслед за солнцем просто улетай Ветром улетай Забери все мои пути с собою Мир, где строчки будут лишь о нас История про нас Пересечения наших с тобой даниц В подобии серых лиц Судьбы сплетения Пересечения наших с тобой дорог Точно понять ты смог Без объяснения Пересечения 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 Пересечение Пересечение наших с тобой хранит В поодобке серый лиц Суть бесплетения Пересечения наших с тобой дорог Точно понять ты смог без объяснения Пересечения Пересечения Однако Эвелина не разделила настроение Аноры Она лишь написала «Вы свободны» Ганская горько оплакивала смерть мужа И была не готова возобновить отношения с Бальзаком Кроме того, на пути возможного брака с французом Стояло недовольство Николая I Который мог одним лишь указом лишить Ганскую Всех привилегий и материальных благ И родственники почившего супруга Не согласны с тем, что все состояние покойного отошло Эвелине Они угрожали вдове разлукой с ее единственной дочерью Анной А лишь много месяцев спустя Ганская позволила Бальзаку приехать в Россию Больной, страдающий, застигнутый врасплох русскими морозами Он оказался все же достаточно пылок, чтобы уговорить ее сочетаться браком Он даже не мог писать Все его мысли принадлежали Эвелине Пять лет они были вынуждены тайком встречаться И пересекать границу под вымышленными именами Пока император не дал согласия на их союз Ради этого Ганской пришлось отказаться от своего имения Верховне в пользу дочери 14 марта 1850 года, через 17 лет после знакомства Они венчались в костюле святой Варвары в уездном городе Бердичеве Бальзак писал Я женился на единственной женщине, которую любил Которую люблю еще больше, чем прежде И буду любить до самой смерти Союз этот, думается мне Награда, не спосланная мне Богом За многие превратности моей судьбы За годы труда За испытанные и преодоленные трудности У меня не было ни счастливой юности Ни цветущей весны Зато будет самое блистательное лето И самая теплая осень Ты не без откровения Ты мое наваждение Как поэт воспеваю Как молитву читаю Всем к дофине ловлю я Безрассудно люблю я Тобой одной Я счастлив лишь тобой Любовь, ты моя Необыкновенная Ты все, все, что мне надо Наказание и награда Любовь, ты моя Целая вселенная И небесная Я ищу тебя взгляда В час, когда ты не рядом В дуновенье В дуновенье ветра Словно слышу ответы Наслаждение земное Наслаждение земное Быть любимым тобою Судьбу, судьбу Судьбу свою Тебе я отдаю Любовь, ты моя Необыкновенная Ты все, все, что мне надо Наказание и награда Любовь, ты моя Самая желанная Долгожданная Время жизни Течение меняет Но одно неизменно Я знаю Навсегда люблю Как никто Люблю я Любовь, ты моя Самая желанная Долгожданная Долгожданная Увы, надеждам Бальзака Не суждено было Сбыться Блистательное лето Прошло в мучениях А осень Так и не наступила Эвелина Едва став женой Сразу превратилась В седелку Врачи поставили Писателю Диагноз Гипертрофия сердца И он не мог Ходить, читать И писать Ганская знала, что Бальзак обречен Но чувствовала, что Должна быть рядом И помочь Скрасив Последние месяцы Его жизни В августе Он скончался Она разделала Жену своей Единственной Наследницей Но в наследство Оставила лишь Огромные долги Чтобы расплатиться С ними Она продала Имущество Которое у нее Еще оставалось В России И окончательно Переехала с дочерью И ее мужем В Париж Где взяла под опеку Мать Бальзака Все последующие 30 лет На которые она Пережила супруга Эвелина заботилась Об увековечении Его памяти И произведений Субтитры создавал DimaTorzok Мы можем стать с тобой Сумасшедшими И нас разместят с тобой В разных палатах А может мы с тобой Как два гения Как будто два Нобеля лауреата Мы можем стать с тобой Океанами И нас разделят с тобой Материками Мы можем стать с тобой Вечно пьяными А может мы ангелы Над облаками Мы вдвоем В округ солнца На земле День за днем И под ярким сомым И под дождем Твоем Все на свете Мы вместе Переживем И когда-нибудь В один день умрем Мы вдвоем Мы вдвоем Мы можем Мы можем снять с тобой Фильм на Оскара И не получить его Из-за погоды Мы можем стать с тобой В море мокрыми И нас за своих Примут пароходы Мы можем стать с тобой Океанами И нас разделят с тобой Материками Мы можем стать с тобой Вечно пьяными А может мы ангелы Над облаками Мы вдвоем В округ солнца На земле День за днем И под ярким сомым И под дождем Мы вдвоем Все на свете Вместе Переживем И когда-нибудь В один день умрем Мы вдвоем Мы вдвоем Мы вдвоем В округ солнце На земле День за днем И под ярким сомым И под дождем Мы вдвоем Все на свете Вместе Переживем И когда-нибудь В один день умрем Мы вдвоем Мы вдвоем Мы вдвоем В округ В округ В округ Продолжение следует...